всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня побреемся очень интересной бритвой возможно на маленечко не в кассу так как сами вы понимаете что 4 5 дневную щетину мягкой бритвы не всегда бывает подручно выбрить но бритва у нас сегодня необычная чем же да она мягкая но как говорят многие ей можно скоблить то есть вот есть бритвы которым скоблить нельзя а есть бритвы которыми можно так вот это которое можно и вам за это ничего не будет ну плюс ко всему лезвие сегодня поставим такое нормально короче ребят я сейчас пока делаю сметану из мыла а вы на крупный план посмотрите что у нас сегодня будет и догоняйте а я продолжаю предметы сегодняшнего обзора а теперь обо всем по порядку естественно начиная с бритвы ну вот наконец-то и добрались мои рученьки до бритвы мамба известной канадской компании разоржок это бритва появилась на канале благодаря геннадию гладченко за что ему огромное огромное спасибо он из эстонии почему знаменитая да наверное по многим причинам во первых сама компания к этому приложила немереное усилие одно название только чего стоит мамба почему мамба мамба это змея такая которая раз укусила и все семь трындец но вот видимо да невидима они так и говорят мамба потому что когда это бритва выйдет продажу все остальные компании горько заплачут забьются в угол спрячутся под плинтус и будут кусать локти и умирать от зависти тоски и прочего прочего спорное утверждение конечно и те утверждения которые компания дает на сайте рекламирует бритву с моей точки зрения также являются спорными но это друзья моя реклама это бизнес то есть без этого как сами понимаете но никуда никак на то что это бритва сделано на высокоточном оборудовании швейцарцам которого выписали чуть ли не специально для того чтобы он делал эту бритву чтобы она была как швейцарские часы тоже хорошо тоже хорошо для меня все это не важно для меня важно чтобы эта бритва была на самом деле качественный и хорошо брила так что же это такое это инструмент трехсоставной весом 89 грамм с длиной головы 43,3 миллиметра при ширине головы 24 с половиной ручка диаметром 12 миллиметров длиной 83 и сама ручка вот именно это весит отдельно 61 грамм разбираем ручка так давайте так уберу чтоб вам это не мешало ну ребят не дать не взять качественно качественно тут конечно молодцы песню свою они не зря спели тут не придерешься и удобно и хорошо конкретно по этой ручке да какие могут быть замечания в руке она лежит замурчательно вот эти вот насечки они глубокие но тем не менее они способствуют тому чтобы рука цеплялась как это будет в живую там на мокрое на пену это мы еще посмотрим но пока просто хорошо вот этот вот выступ здесь он мне нравится смотрите как можно пальчик сюда пристроить единственное за что могут подпинять люди это те кто снизу мизинчиком подпирают вот видите не совсем ровная площадка она не выпуклая но верни как она выпуклая но только чуть-чуть а вот если здесь была вогнутость то те люди которые вот здесь вот мизинчик так любят они бы ее любили еще больше но так принципе тоже можно не соскальзывает по крайней мере на сухую что будет дальше посмотрим резьба точно такая же как и на всех которые принято на сегодняшний у абсолютного большинства бритвенных компаний это 5 шагом 08 ну не нравится пока нравится нижняя плита ну да ну да ну да ну да посмотрите как замечательно красиво окна такие но тут даже рекламировать не надо что пена здесь задерживаться не будет вместе со щетиной будут проскакивать на ура ну и нижняя часть хорошо и совсем понятно как сделано гравировка то ли это механическая то ли это путем травления не ясно но читается уже хорошо разожжет мамба мэйлин кэнадо серийный номер все на месте все хорошо шпиньки для фиксации лезвия пока нравится очень нравится ну и сама крышка она не совсем обычная видите как она не просто сфера а так сна из выпукла маленечко то есть тут над геометрией конечно ребята заморочились поработали для чего-то они сделали именно такую ну и 316 л как они говорят сталь да она конечно смотрится тоже хорошо молодцы молодцы просто нравится давайте наконец уже поставим лезвие посмотрим что это себя будет представлять лезвие лезвие сегодня возьму big astor красный как-то я уже брился big chrome ребята могут хром платину ребята говорят что это чертовски шикарная лезвие вот многим она просто недооценено потому что люди не дали себе труд распробовать это лезвие вот после того как они его распробуют они фиг его на какое другое променяют к сожалению ребята я не успел это сделать потому что все время скачу с одного на другое ну как-нибудь и обязательно до этого доберусь и конечно же попробую а сегодня у нас будет красный big astor он будет благодаря ершову александру город лесной но он прислал пару лезвий говорит вот виктор смотри я вот бреюсь вот таким лезвием вот есть физер да а вот есть вот этот вот astor так вот astor конечно же выступает big astor выступает в остроте но по эффективности он не так уж и далеко лично для меня уходит от физера но в цене он выигрывает значительно то есть он несколько раз дешевле чем физер но он говорит будь ласка попробуй скажи какие у тебя будут ощущения и не только поэтому будет сегодня это лезвие потому что ребята не забываем мамба у нас мягкая бритва для того чтобы на мягкой бритвы хорошо побриться для тех у которых нормальная щетина не мягкая ну или сильно зарос лучше всего конечно ставить острое лезвие или среднеострое или где-то туда но куда-то туда поострее вот и это еще одна причина почему будет сегодня стоять именно это лезвие распаковываем вощеная бумага красочная снаружи белое внутри смотрите как сделано astor нержавейка astor нержавейка для чего эта стрелочка не спрашивайте я не знаю для чего такие риски не знаю тоже как сам производитель говорит что лучше всего лезвие укладывать вот таким вот макаром берете так вот тут вначале положили потом уже сверху так надеваете голову и все это вместе соединяется потом уже закручиваете ручку либо идет хорошо вот дошел до конца сейчас вот а теперь ну где-то на четверть оборота я смог ее еще поджать можно будет потом себе заметочку в голове это сделать что этим можно играться то есть отпускать и делать чуть чуть более агрессивно насколько смогу так вот торт на маленькая торт опа еще держится еще хорошо опа вот уже ссыкотно уже ручка ходит до четверть оборота давайте посмотрим как лезвие выходит да вроде все норм но и заключение хочу добавить для тех кому это будет слишком мягкой компания отработала еще одну бритву mambo 70 там увеличен gap так что вот вот таким инструментом и сегодня побреемся а теперь пошли дальше мыло лось от сергея сергеевич совсем недавно я от него получил посылку и там была вот эта замечательная баночка очень хочу ее попробовать и посмотреть что из всего этого получится я думаю что она будет кстати потому что мыло сергей сергеевича это мыло мыло вот вот с такой большой буквы м вот ну пахнет пахнет она каждый раз по-разному какие у него одушки есть такие он и добавляет но сейчас приятный запах хороший по времени сегодня вот этим мылом а поможет нам мосетушка почему мосетушка сам для себя это объясняю так во первых роскошный помазок очень приятный к лицу но для нового мыла будет интересно его проверить еще вот на такую стойкость ни для кого не секрет что легче всего мыло сбить синтетикой а вот если еще и с марсучком его сбить мудрится тогда это с мылом вообще все хорошо вот сейчас все это и будем проверять мосета диаметр 26 миллиметров вес вполне себе там под 90 грамм где-то акриловая ручка подруг сделано смотрите даже не три листник такой есть ну и сбалансированный шикарный праздник у вас в руках это да это есть у нас на сайте кому интересно там вот такие размеры еще по моему остались надо посмотреть но ссылку в любом случае вы увидите в описании под видео сегодня этим красавцам будем работать авто шейф у нас сегодня будет ребята эпсилон который появился на канале благодаря станислава мужской выбор ссылка также будет в описании под видео поймал себя на мысли каждый раз когда возвращаюсь к этому лосьону ловлю себя на каких-то таких вот радостных ощущениях хоть и не простая судьба у этого лосьона он появился на свете не просто так он призван заменить синий флойд который скоропостижно ушел из нашей бритвенной жизни и теперь не пойми когда появится ну есть конечно за бешеные бабки вот такие бабки кому он нужен но вот сам для себя не знаю как для вас ребята сам для себя с удивлением обнаружил что не надо его сравнивать синим флойдом это само по себе офигенное изделие это просто праздник какой-то и будь у меня вот такая штука в 400 миллилитров а сверху еще груша да еще неизвестно чему бы я больше радовался синему флойду ли вот этому это просто разное разное они не похожи друг на друга но каждый каждый хорош по-своему то есть вот вещь вещь однозначно точно также спиртовые точно также хорошо за заделают свою работу точно также с уходами точно также оставляет на шагрин что нам с вами еще надо вот сегодня будет эта штука ну и на финиш на финиш хочу попробовать свой новый камешек которые сделал под чутким руководством дмитрия платахи на могут по его инструкции первый раз он пойдет в работу как отработать совершенно не знаю но почему-то каждый раз ловлю себя на мысли что вот глядя вот на все это мне хочется это так взять и опять раздробить и опять сделать все по новой не знаю может быть когда-нибудь руки дойдут хочу сделать вот какой-нибудь такой кристалл чтоб он примут кристалл кристалл вот как с этой стороны но что-то вот смотрите с этой стороны вот как ну посмотрим посмотрим давайте хотя бы поработаем с ним для начала все пошли бриться мыло от сергея сергеевича она в такой баночке и вот именно из такого формата я еще не раз сметану то не делал из омеговского да там уже приловчился это вот то что фрути фри фрути не трудь просто фрути фрути очень мне ребята понравилось на этом и делается просто берешь его комковое ставлю его в чашечку два плюха воды по мазком и пока она там донышко подъедает мыло становится мягким я спокойно компрессом занимаюсь а потом все лишнее убираешь и вот то что там образовалась вот уже там и пошла работа все легко и просто ничего сложного совершенно вот с этим с этим сейчас посмотрим вот смотрите у меня тут такая жишка образовалась не знаю не знаю не знаю что сейчас из этого получится но постараемся так чуть-чуть я его распущу благо помазок позволяет чем не еще массе то нравится своей мамочельностью он гональка и как вдох станцию стала вот такое вот но и сами понимаете если вот такой чаши сейчас и вот это вот на бочерность он ее все свой распускает но видите чего уже творится такая уже с причмоком с причмоком ну собственно то чего и хотели то чего и добивались но тут конечно будут издержки когда вы помазком делаете измылась сметану помазок себя еще наберет сколько каждый по-разному а у этого то мамочельность еще то поэтому пока мамочели не наестся он вряд ли что-то в чашу начнется свое колобродить и оставлять но вот смотрите что-то у нас тут такое уже о ну просто не нравится нравится так теперь смотрите вот у нас маленько тут что-то получилось да теперь вот крышка маленькая с помазка уберу так чтоб сильно не растекалась вот то что осталось сейчас по морде лица то не размажу для чего это сейчас на ходу выдумываю сам для себя экспериментирую применять для себя нет смотрите сами смочить кожу маленько запузырить под каждый волосок а потом уже то что нанесу руками вот там уже буду втирать так все размазали а теперь давайте попробуем так еще чуть-чуть возьму будут конечно не сметана тут по большей части пузырьки но я думаю тоже что-то останется и ловит ну вот так пускай кушает а мы сейчас пеной займемся ну давайте пока он на лице ест попробуем тут что-то скалобродить уже по-взрослому ну вот пожалуй что и все так это у нас пойдет уже в работу второй компресс прям вот на всю эту красоту и наводим пену хорошо 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 ну чтож приступим ребят для тех у вас извозов для тех из вас кого также бомбит при описании напыщенных слоганов когда вы читаете что-либо меня вот так вот бомбанула когда за маму читал на одном сайте я думаю что это пустое ну да понятно что они пытаются в красивом свете все это в стихах и песнях расписать но это маркетинг маркетинг понятно что когда вы будете про машину читать слова на нашем автомобиле четыре колеса они крутятся как вперед так и назад ух на еще на нашей машине капот впереди на всех машинах и колес но там все в таком возвышенном литые станки но пустили ниже плинтес конечно из замака но вспомните бритвы начало прошлого столетия или когда он 30-40 годов когда у них массовая производство началось до сих пор служит ну да хром маленечко послез но все остальное то функция клирует а сколько лет тоже прошло правильно один из антон сказал вы были ту столетней давности из нержавейки видели на что она похожа как она выглядит никто ничего не сказал никто не видел я тоже не видел а вот замаковский бакелитовых вот такие вещи да я видел старые бронзовые медные да и просто из стали такой углеродный стрелонопаски возьмите так что это всего реклама реклама вестись на нее не вестись бомбить от нее не бомбить решает каждый меня вначале бомбанула сейчас отпустила опять же возьмите там ту точность которые они допуски с которой они делают каждая приличная компания там не только разорок те же самые ну там лес те же самые вольфмана то у них тоже самая точности те же самые станки так что это все нормально грей брембритов q у нас у нас тоже самая точность просто если не будет этой точности ты этого не сделаешь это уже будет ага как что-то из говна и палок ну поэтому вот как то так ну давайте попробуем да станок мягкий но лезвие должно помочь камешек где мой камешек иди сюда мой камешек давайте вот так переверну давайте посмотрим что из всего этого получится видишь да ну то есть пенотводы годные ну и до другого что там ждать там такие образу и там вся дивизия конева на своих танках наверно проскакала бы да еще и гудериан бы там тоже пролез на своих машинах чего от них осталось там промываются естественно хорошо вот в ходе удивил да сейчас я пока в голове буду сформировать свои удивления чтобы потом внятно выразить мысль промываю так часто потому что пена жидковато получилось если этого не делать она будет просто хлюп-хлюп нам это надо сейчас пытался в голове понять чувствовали лезвие на этой бритве если чувствует у насколько пока точно я могу сказать сам для себя лишь одно что это не 0 69 старт и не 0 9 старт это между вот где-то посерединке она вот между ними у там 30 но эффективность хорошая смотрите 4 дневная щитина только в путь второй проход ну давай мой родной а чё если попробовать по-новому а давайте два прохода и до брифки иванов ты шо сдурел мягкая бритва 4 дневную щетину два прохода и до брифки очень нет никогда же не пробовали давайте попробуем мало ли а вдруг меня вот последний раз когда я вот по этому самому как дмитрий говорил как опаской махать но что-то как-то так торкнуло давайте посмотрим а вдруг а вдруг так это у меня здесь как растет вот так вот начнет так будет против здесь фиде бордер вот такой а здесь противоход и здесь тоже получится не получится и и ну что я вам скажу парни левая сторона 90 процентов глядный шар есть дофресные участки правая сторона здесь маленько поболее здесь наверно где-то 70 80 80 20 где-то вот так вот но сейчас мы попробуем все это убрать ну как для первого раза если без норовки и сразу таким результатом 70 80 миллиардный шарик плюс до бревки но я понял я понял а дальше выделываться не буду объясню почему потому что щетина такая здесь хоть какое лезвие ставь все равно проблемных учаток для учатках для меня лично будет ну практически невозможно выбраться полный биби с шкрябаться постоянно толку не будет никакого все равно останется но хохотальный к себе разнесешь поэтому компресс и авто хорошо но глотал за есть ну вот молодец что не стал настаивать и чешу-хешу-хешу-хешу-хешу териbe не дальше вот тут собственно и кожи мне спасибо за это сказал Да, она розовая, но не такая, что бы Но здесь я все-таки понастаивал Чуть-чуть И чуть-чуть все-таки до кровищи снес Проблем вообще никаких Так, дайте-ка я попробую Хотя, после мягкой бритвы Луни там, да, зашквар Лохеренчиком сразу Так, давайте моего любимого Вот так вот, одного из любимых Как у меня Иванова говорит Бровки домиком, губки бантиком У-у-у, и убой Ребята, кайф, реально кайф Поорать нет Ну, кроме вот этих вот мест Здесь, да, все-таки маленечко дотеребонил Хорошо Просто сногсшибательно Ребята, кто еще никогда не пробовал Эпсилон, синий Ребята, попробуйте Попробуйте, потому что Это тема, это вещь Не знаю, где вы будете брать Мне вот мужской выбор прислал Можете посмотреть там Можете посмотреть где-то в другом месте Пофигу, где вы будете смотреть Может, у вас там какая-нибудь Дырка-норка есть на шенгенской Границе, зоне Там кто-нибудь там Потихонечку пересылает Там возьмите Но возьмите и попробуйте У кого еще нет И до Нового года успеете Хлопцы, вы такой себе подарок устроите Что вам будет просто хорошо Это Как маленький Как маленький летний отдых Как маленький летний рай Как ваши личные Профессиональные гавайи Вот такое под елочкой будет Ой, как же он пахнет хорошо Это свежесть Это спорт Это молодость Это бирюза и океана И бассейна Это все загорелые Здоровые С веселым блеском в глазах Стройные Подтянутые Даже если у кого-то там Легкий животик И чуть-чуть Он через шорты Свисает Так на это Никто не обращает внимания Что это Честно наработанная Трудовая мозоль И все равно всем хорошо И все равно всем здорово Кто-то пьет Газированные напитки Кто-то попивасику Кто-то там Писярик может пропустил Всем хорошо Хорошо всем И пахнет, ребята Кто-то там В волейбол играет Кто-то за девчонками В купальниках подсекает Ну, сейчас кому-то По шарам пролетел Куда пялись Ну-ка Иди сюда Кобель Ой, ребята Хорошо Хорошо Простой, летний Для души Отдыхающий запах Он и тонизирует И в то же самое время Дает и заряд бодрости И заряд хорошего настроения Вот Я не знаю Чего они там Обкурились Или объелись Как они умудрились Сделать такую композицию Но, ребята, они умудрились Редко про какой лосьон Можно сказать так Про этот можно В свое время Можно было сказать И про Синий Флойд Но 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 Все новые знаете сами Вот это Это, ребята, хорошо Это, ребята, тема Вот Не знаю Там про какой-то еще Хлопцы говорили Что А, вот тот Там вот Прям синий Флойд Тютелька в тютельку Как секс Лилипутов Ну, я не знаю Я такого Сейчас вот что-то Аква там, да Я что-то так не припомню Может быть еще раз Попробовать Освежить Но вот Как от этого Торкает Как этот Делает хорошо И вкусно Но я не знаю Сможет ли Это аква Или нет Уходовая Да, все есть Все нормально Все хорошо Но не о том Сегодня разговор В первую очередь Хотел бы сказать Спасибо Александру За то Что он все-таки Надоумил взять Бика Стор Да я даже не знаю С чем сравнить Эти лизы Понимаете Они хороши Такие вот Какие они есть Ну, конечно Они не такие острые Как Фезер 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 Они не такие Деликатные Как Каи Они чуточку Вот в этом Станке Вот они мне Почему-то Жилет Жилет Напоминает Жилет Блу Что-то Вот такое Есть Возможно Возможно Но все-таки Поострее Поострее Тот Помягче Идет Но тем не менее Лично для меня Они сегодня Спасли ситуацию В этом Мягком Станке Инструменте Они не только Снесли полностью Вот всю мою щетину Но они еще И достаточно Неплохо Ну, скажем так Где-то 90 на 10 90 в биллиардный шар И 10 Все-таки ДФС Осталось И никуда Я от него Ни единость Ребята Потому что Бритва Такая Бритва Такая Вы туда Хоть лазерное Лезвие Поставьте Хоть будет Я не знаю Какая-нибудь Инфузорья Туфелька С лазерным Резваком Сидит Увидел Волосок Все посыпалось Бесполезно Это мягкий Станок Он не создан Для этого Чтобы обычных Нормальных Мужиков Выбривать В полный Би-Би-Эс Ну В биллиардный шар Но он Другой Это для тех людей У которых Мягкая Щетина Для тех людей У которых Не жесткая Ну Если кто-то умеет Ну Ребята Ну Я снимаю шляпу У меня По крайней мере Не получилось И Тужиться Пыжиться Не стал Потому что Я чувствую Сейчас Вот я Начну Возюкать Да Ну Чтобы Там Вон Ту птицу За горизонтом Все-таки Догнать И посмотреть А что там Такое Там наверняка Вкуснее Чем у меня Здесь в огороде А сами мы знаем Да Любая Кукуруза У соседа Она слаще Чем твоя И не жалею Он не для этого Создан Ну Как я уже говорил Кто хочет Чтоб жим-жим Был побольше Ребята Это вам Мамба 70 У них она тоже есть Не пробовал Сказать Что это так Я не могу Но говорят Что это поагрессивнее Ну Раз говорят Так оно и есть По крайней мере Производители же говорят Они здесь Деть не будут Ну Кроме рекламы Ну В рекламе Все хороши Тут все отрываются Так что Нормально Все хорошо Бритва Сама До половины Я рассказал уже Про нее Качество Да Подтверждаю Все хорошо Все нормально Несколько необычная Установка лезвия Но тем не менее Такая же эффективная Как на других бритвах Нет никакой шевеленки Нет никакой Посторонней фиксации Нет диагональных Поперечных Всяких там Смещений Если вы лезвие поставили То в лезвие поставили Оно стоит Нормально стоит И у вас никаких проблем С выравниванием не будет Оно встало После этого Вы начинаете бриться Удивлен Удивлен Потому что Ну И компания говорит И все вокруг говорят И все у кого мамба есть Все говорят Это мягкая бритва Для меня мягкая бритва Это вот Ну Сз34 Старт 69 Это вот самые-самые Такие вот прямые Меркуры Вот 32 33 Вот эти вот Все меркуры Которые вот есть Они мягкие бритвы То что там Типовейшие И прочего-прочего Да Несомненно Это тоже можно сказать В мягкие бритвы Но я их таковыми Не считаю Не воспринимаю Потому что для меня Это ровным слотом Словом Ничего не значит Это пшик Это весь хохотальник Себе разнесу А побриться толком не сумею Даже если физер Туда поставлю Ну смогу Смогу Ну сделаю 50 на 50 Ну зачем такие мучения Зачем Мы же берем это в руки Не только для того Чтобы побриться Но и кайфануть Поэтому вот это вот Мягкие бритвы И этого я ждал От этого станка Но нет Нет Лично для меня Он и агрессивнее И эффективнее Чем HD34 Пускай не на много Пускай на какой-то Децл На какую-то шишечку На какую-то понюшку табака Но вот все-таки Он чуть-чуть Поэффективнее Чем HD34 И уж конечно Он эффективнее Чем старт 0.69 Но до 0.09 Он все равно Не дотягивает Как не дотягивает ИДР89 Хотя многие Ее считают Тоже мягкой бритвой Для меня нет Удивлен Удивлен Качеством Вот как говорят На сайте Оно хорошее Так на самом деле Есть Оно хорошее Удивлен тем Как позапозиционировалось Лезвие Потому что там Вот эти вот Круглые бубышки Ну не верю я им Тем более Они коротенькие Маленькие Ну что-то там Ну не наш размер А держит Держит Все равно работает Отделка Финиш Ну молодцы Чего Молодцы Молодцы Хорошо Дай бог Так каждому Производителю Цена 65 евро Насколько Долларов Насколько она Правда Насколько она Адекватна Да более чем Более чем Ну конечно Оптимизм Тот компании Которые вот там Вот они Говорят что А вот там Мы выпустим Все заплачут Там все Ну Ну Это Это не так Не заплачут Не заплачут Но все таки Молодцы Это наверное Все таки Чуть ли не Одна единственная Компания Которая Выпускает бритвы Из нержавеющей стали 316L По цене 65 баксов У них там было Что то еще дешевле Из какой то Такой нержавейки Что стоило Там там 30 40 Что то вот такое Я в этой ситуации Даже не разобрался Я что то как то Ну не может быть Хорошее Дешево Что то там Вот знаете Вот у меня в башке Пакистан Все Я даже смотреть не буду Так ли это не так Я не знаю Но Фиг его знает Что то вот Те варианты Я даже не рассматривал А вот это Вот это да Это точно не Пакистан Это Это интересно Хорошая штука Ну и тем более Умиляет тот факт Что не поленились Все таки Даже швейцарца Поставили на это оборудование Бедный тот швейцарец С утра до вечера Хотя Я не знаю Какая в Канаде В Америке Там по моему 42 часовая Рабочая неделя Если свыше 42 часов До 50 Что то там Или 48 То это полуторная оплата Если свыше 52 Что то там уже Там и 1.75 И там Ну короче Я не думаю Что тот канадец Там шарошит всю неделю Без роздыха Не разгибаясь Да отпустите меня В мою Швейцарию Сколько вам еще Станков делать Чтобы меня отпустили Нет Скорее всего У него все нормально Но компания Хорошо прикололась И за полляма Станок поставила И швейцарца К нему Наручника приколол А нет Про наручники Это я придумал Не было такого Это в войну Японцы привязывали Своих наручниками Молодцы Стал бы я такой Станок рекомендовать Да Да А что нет В конце концов Вполне себе Годное Интересное изделие И для тех людей Которые действительно С мягкой щетиной Один из вариантов Нержавой бритвы Вполне Вполне Не богато выглядит Но достойно Знаете Вот как бывает Бедненько Но с достоинством И аккуратненько То есть Вот все По чину Вот так вот Он выглядит То есть Вот этой бритве Нечего стыдиться У нее все нормально У нее все хорошо Может быть Она там Не какая-то Вот такая Как там За 100 баксов Или за 150 Или за 200 Ну да Может быть Так она и не за 200 Она за 65 Спасибо Геннадию Еще раз За то Что дал возможность Попользоваться Такой бритвой Вам рассказать Ну а Тем людям У которых Обычная щетина Ребят Но Если у вас есть Какая-либо необходимость Бритвы Каждый день То да Можно за нее думать Если вы Как и я Там раз в два Три дня Бреетесь Ну Я бы не стал Рекомендовать Ну Побрейтесь Раз Два Душеньку Потешите Потом будете Где-то На вторичке Пристраивать Зачем Возьмите Лучше Сразу Что-нибудь Такое Более Агрессивное Более Такое Матерое Можно ли Побрить Да Можно Но С другими Бритвами Это вам Будет И прочее Радости Больше Принесет А это Для мягких Это вот Мягкое Кто ищет Мягкое Да Пожалуйста Плиз Но Не более Того Все На этом Разрешите С вами Попрощаться Добра Счастья Радости Берегите Себя Берегите Своих Близких Да И вам Бого Здоровья Пускай Всегда Всегда Все Будет Хорошо Ну И Я Что Сегодня Побрился Завтра Больничку Пойду Сдаваться Ну И постараюсь Скорее Оттуда Свалить Потому Что И К вам Охота И Масяня Вот Мне Завтра Больница Она Завтра По срокам Подходит И Что Делать То Вот Как Без Меня Роды Ни Одни За Все Сколько Там 20 Лет Не Прошли А Тут Вот Так Так Буду Просить Докторов От Меня Поскорее Избавиться Все Хвали Иванов Надоел Ну А как Пойду Начнем Снова Бриться В полный Рост Три Раза В неделю Ну Все Как Раньше Пока Пока До новых Встреч Берегите Себя Это важно Как Говорит Дмитриевич Здоровье Второе В холодильнике Не стоит Не откроешь Не возьмешь Одно Оно У нас Вот его И берегите Все Пока Пока Редактор субтитров